Давайте предположим, мы хотим как-то поизучать текст. Когда мы делали аэропортическое кодирование, мы считали, что текст – это результат того-то социального источника, где каждая буква равновероятно получается, неизвисимо от любви. Точнее, не равновероятно, как раз каждая буква с какой-то конкретной вероятностью, например, буква «твердый знак» крайне редко дропается, буква «б» какая-нибудь часто. Но предыдущая буква от следующей никак не будет. Какой минус у этого подхода, как вы думаете? Почему мы так не можем изучать текст? Ну, наверное, очень сложно именно посчитать всё. Потому что если у нас буква не равновероятна, то мы в принципе можем ещё предположить, что у нас они зависят от того, какая буква была предыдущая. То есть, скажем, в английском там очень сильно играют вот эти вот сочетания и… Да, мы это никак не учитываем. Вот это проблема. И мы не учитываем ни при сжатии, ни просто при изучении. Например, если нам английский текст включается буква «т», то какая? Скорее всего, будет. Ну, потом, скорее всего, будет буква «h», потом «i». Самая квалиарная стог. Окей, как? Вот как можно изменить нашу модель, чтобы попытаться как-то пофиксить вот проблему того, что мы не учитываем в сочетании букв? Можно, по идее, как-то в нашу функцию, условно, которая нам говорит, какая она сверяет на следующие буквы, каким-то образом передавать все предыдущие? Как раз мы так не умеем, к сожалению. А, то есть нельзя как этот трансформер или как он называется? Да, пока мы так не умеем. Можно генерировать по две буквы. Давайте генерировать по две буквы. Например, вот генерация такого будет большая. Генерация такого, ну, маленькая или ноль. Что-нибудь такое. Вот. Можно это еще исправить, давайте генерировать целыми словами или по три буквы. Тогда, ну, мы уже как-то получше можем это контролировать. Но все еще на стыках, если мы генерируем какие-то сочетания, потом мы можем сгенерировать что-нибудь нелогичное. А, б. И причем, а, б никак не здесь от те. Вот. А тексты, они так устроены, что он помнит, что было до этого. Он, там, если есть существительное, то, наверное, до этого, возможно, было прилагательное. Типа, умный студент, да? Вот. После существительного, наверное, будет какой-нибудь глагол, чтобы сделать сказуемый. Умный студент учится. Ну, и как вот. А генерировать целыми пачками предложений – это уже какая-то достаточно сложная модель, поэтому мы так делать не будем. Так вот. Один из способов, как что-то генерировать, запоминая при этом то, что было раньше – это как раз марковская цель. Вот. Это позволяет нам что-то выдавать и при этом сохранять какое-то состояние. Давайте вспомним задачу, которая у нас там был Петя и Вася. Точнее, Петя хотел пойти в кино. Сверху на третий. Вы, скорее всего, строите примерно следующую конструкцию. Кидаем монетку. С вероятностью одна вторая идем в лево, с вероятностью одна вторая вправо. Если нам дрохнул ноль сюда, или сюда. Если нам дрохнул ноль, то мы говорим, что, видимо, идем в кино. Если нам дрохнулось единица, мы снова кидаем монетку. Если здесь дрохнулся ноль, с вероятностью одна вторая, мы говорим, что не идем в кино. Идем. Не, не идем. А если здесь, то мы, на самом деле, переходим в это состояние. Если дрохнулся единица, с вероятностью одна вторая. Как-то так. Ну да. Вот. И вот у нас получилась нарковская цепь. Нарковская цепь – это такой граф, в котором есть вершины, ханик. Нарковская цепь. Решина. Решина-то состояние. А переходы на ребре мы пишем вероятность. То есть вероятность перейти из этого состояния в это состояние. И раз мы с каждого состояния куда-то допереходим, то суммарная вероятность исходящей должна быть равна одной. Например, это условие соблюдается для вот этой вершины, и, видимо, для вот этой вершины. Конечно же, входить мы можем с вероятностью больше одного, и даже можем входить с вероятностью ноль. Давайте исправим нашу нарковскую цель. Ну, во-первых, на самом деле не особо важно попадать нам орел или решка. Мы их можем везде переименовывать. Главное, чтобы вероятности были такие, как написано здесь. Поэтому давайте эту исходы оставлю только вероятность. Ну, потому что в определении на самом деле нет исходов. Окей. Надо удовлетворить последнее свойство, последнее требование, чтобы сумма исходящих ребер была равна одной. Как я сказал, у нас вот в этих двух это условие верно, в этих двух нет. Как это исправить? Ну, куда-то же мы должны переходить. Давайте так вот. Вкинули мы монетку, решили, что пойдем в кино, и с одной стороны процесс заканчивается, а с другой стороны давайте дальше кидать монетку, просто ничего не будем делать. А сумма исходящих ребер на всем графе? В каждом решении. Сумма исходящих ребер на каждом решении равна... Вот тут у нас одна вторая, то есть одна вторая. Тут та. А тут, ну, как сумма ноет, да? Вот давайте исправим, пишем. Так и так. В целом, состояние бывает трех видов. Есть те, из которых мы только выходим. В банковской цепи их никак не называют, но вот в ориентированном графе это называется исток. Типа вода оттуда выходит. Есть еще вершины такие промежуточные. Мы туда можем как зайти, так и выйти. И еще есть вершина, в которую мы можем зайти, но не можем выйти. Ну, это такой аналог сток. Несколько оттуда. Такая вещь называется повлачающая вершина. Вовлачающее состояние. Вовлачающая вершина. Или ее еще называют существенной. Остальные, в общем, которые не такого вида, то есть, из которых можно куда-то еще выйти, совершенно не такого вида. Они называются непоглачающими или несущественными. Вот, вообще я тут написал, что я больше нуля. Это имело в виду, что из нее есть ребро куда-нибудь с ненулевой вероятностью. Вот, вообще, ребра с нулевой вероятностью их не рисуют просто. Они там никого смысла не несут. Поэтому, давайте их просто не будем рисовать и все. Будем считать, что все вероятности положительные. Вот, хорошо. Теперь давайте посмотрим на марковскую цель просто как на граф. У нас получается ориентированный граф. Давайте я что-нибудь поинтересному рисую, попробую. Может быть такая. Такая. Ну ладно, нормально. Что у нас происходит? У нас есть одно поглощающее состояние. Вот оно. Словно мы сортуем здесь. Вот так. И с вероятностью одна вторая. С вероятностью одна вторая мы поглощаемся и будем дальше жить здесь. А с вероятностью одна вторая мы попадаем вот в эту часть графа и будем, ну как бы, ходить то сюда, то сюда. И в каком-то смысле тоже не сможем выбраться отсюда. Давайте теперь посмотрим на вероятности. Вот у нас получился просто ориентированный граф. Посмотрим на компоненты сильной связности. Это класс эквивалентности такого отношения... Ну, отношения достижимости. То есть одной вершины можно добраться до другой. Вот какие тут классы вы можете сказать? Давайте вершины продумеруем. То есть у нас есть отношение, что от вершины можно добраться до другой. Теперь берем класс эквивалентности. Так, а вот я не помню, у нас от одной вершины можно добраться до другой. Мы смотрим на стрелочки или нет? Да, да, да. Вот смотрим. Если не ориентированный граф не смотрим, то ориентированно смотрим. Ну, точно один, два и два, один. Да, вот эти две вершины в одном классе. Ну и четыре. Четыре в одном классе. Ну и три тоже, как бы, куда денется в одном классе. Давайте сейчас что-нибудь поинтереснее попробуем. Так. Ну и опять не рисую вероятности, что... Вот с нулевой вероятностью из вершины в вершину. Вот какие тут классы эквивалентности? Ну, конечно же, вот этот треугольничек. Из каждой вершины этого треугольничка можно упасть в каждую. А из треугольничка выйти не можем. Поэтому вот класс. Что у нас еще есть? Ну... Вот эти две вершины организуют класс. Потому что из каждой из них можно добраться до каждой. И ни одну из других вершин в этот класс не добавить. Хотелось добавить вот эту вершину, мы же до нее сможем добраться. Да. Но из нее по симметричности отношения мы не можем добраться. Поэтому ее нельзя добрать. Поэтому это второй класс. Видимо, вот этот третий. А слева четвертый. А слева четвертый. Пятый. И пятый. Вот. Ну, понятно, да? На этой сильной. Пятый. Это просто свитричность должна выполняться. Да? Свитричность должна выполняться, да. Но в цифре у нас выбрать не будет. Есть? В цифре. Нет, нет, мы до этой и можем добраться. Вот так вот. Но тоже через... Так можно. Достижимость. Да, нам нужна достижимость. Нам нужна. Окей. Тогда вот такой класс в марковской цепи называется Эргогический. Эргогический класс. Это вот компоненты сильной связности. Вот. Давайте проанализируем, как себя ведет данная цепь. Пусть мы опять стартуем здесь. Ну, кидаем монетку. Точнее, обращаемся к случайному источнику, который вот здесь сидит. И с какой-то вероятностью мы попадем в поглощающее состояние. Ну, окей. Ну, там мы и дальше закончим свою жизнь. С другой стороны, мы можем впасть вот во второй класс. И это уже не поглощающее состояние. Но в каком-то смысле, это вот вся эта компонента, это одно большое поглощающее состояние. Потому что из него мы уже не выйдем. И нас уже будет интересовать задача, где мы будем среди вот этих двух вершин. Что дальше мы сможем? Мы придем сюда. Ну, отсюда не сможем сбежать. Да, отсюда не сможем сбежать. Нет, сбежать сможем. Видимо, сюда только, да? Да. Мы можем попасть в этот класс, сколько-то покрутиться, но в нем остаться на самом деле мы не можем. Это мы когда-нибудь выясним. И рано или поздно придем в этот класс. И это опять же такое как будто бы поглощающее состояние, из которого мы не можем выбраться. То есть энергетический класс может быть тоже поглощающим и не поглощающим. По аналогии с состоянием. Вот, то есть это что у нас получается? Поглощающий, поглощающий, не поглощающий. Потому что мы из него можем выбраться вот этот. А этот тоже поглощающий. То есть у нас тут два не поглощающих. Вот этот и этот. И три поглощающих. И теперь как вот вообще происходит жизнь марковской цепи. Как я уже начал говорить. Мы сначала где-то стартуем. Ходим, ходим, ходим. И рано или поздно мы попадаем в поглощающий энергетический класс. И дальше решаем задачу, а вот с какой вероятностью мы окажемся здесь или здесь или здесь. Вот. И следующие там две лекции, включая эту мы поизучаем этот вопрос. То есть, а с какой вероятностью мы поглотимся? А сколько шагов нам для этого надо будет? А в какой класс мы попадем? Ну, а с какой вероятностью мы окажемся в этой конкретном состоянии? Хорошо. Так. Ну давайте. Вообще говоря, вот у нас есть N состояние. И то, в каком мы состоянии сейчас, это случайная величина. Изначально мы как будто бы вот здесь стартуем. Изначально мы знаем где. Мы вот здесь. Дальше, после первого шага, мы уже не знаем где. Вот здесь нас точно нет. Вероятность оказаться здесь 0. Также нас нет в этом классе энергетическом. В этой вершине точно нет. В этой вершине точно нет. А вот в этих трех мы можем быть с какой вероятностью? Ну, вот с какой тут написан. То есть, изначально у нас как будто бы был такой вектор вероятности. То есть, мы в первом состоянии… В первом состоянии… Что у нас получается? Изначально в первом мы есть, в остальных нас нет. В втором мы там с какой-то вероятностью P второе. В третьем P третье. В четвертом нас нет. И вообще говоря, даже первый вектор, где мы стартуем, может тоже не обязательно иметь такой век. То есть, мы можем сначала решить, в каком состоянии стартануть, и в нем уже и стартануть. Вот. Хорошо. Теперь давайте выясним, как считать… Смотрим. Вектор B1. Давайте выясним, как считать вектор B1. Вот эта пристепень — это его индекс. Просто я опишу сверху, потому что… Потому что снизу будут индексы, когда мы будем к элементам обращаться. Вот. Давайте остановимся. Есть ли вопросы? Что такое марковская цепь? Какие у нее там бывают классы? И как вообще в среднем обстоит жизнь вот фишки, которую мы там двигаем? Получается, случайная величина — это именно вот этот вот вектор. Ну, точнее как? У нас случайная величина дает вот такой вот вектор. Не-не, случайная величина — это просто число, где мы в каком состоянии сейчас. А, ну, вектор. Вектор — это я написал плотность вероятности. То есть вероятность того, что мы в первом событии, вероятность того, что мы во втором событии. Это просто так, удобно вектором записывать. Ну, ладно, понял. Потому что… Потому что скоро победится. Ну, удобно, я понял. Да-да-да, вот. То есть так-то это одна величина. Одна величина — вероятность того, что мы в данном событии. Давайте я даже запишу. Текущее состояние Нелечное И, конечно же, текущее состояние На первый шаг и на второй шаг Это разные случайные личины Как раз распределение которых Я вот уже начал писать Окей Так, давайте Сформулируем утверждение, которое мы будем наказывать Эту лекцию и следующую А потом уже погрузимся в математику Объедические классы бывают на самом деле двух видов Давайте я сейчас нарисую два из них Вот такой класс То есть мы там как-то сюда приходим И второй Ну, какой-то такой же Так, вот это я написал точно здесь Только еще добавил вот такое ребро Классы отличаются Смотрите, здесь у нас длина любого цикла Она делится на 3 То есть у нас есть такой вот простой маленький цикл Есть который снаружи И на самом деле можно сначала пройтись по маленькому, потом по большому Это все еще будет цикл И его длина будет 6, но тоже делится на 3 Здесь же у нас циклы разные бывают Есть цикл длины 3 по-прежнему, это внешний Но также есть цикл длины 4 Надеюсь, сейчас надо его найти Да, вот По боковому, потом по вот этому добавленному И еще два То есть у нас цикл длины 4, 3, ну и там еще какие-нибудь Здесь там 3, 6 и так далее Вот в чем Образница у этих пасов Так что вам интуиция говорит? Тут все циклы делятся на 3 А тут нет Тут как бы Наибольший общий делитель всех циклов это 3 То есть как бы какой мы цикл не придумали Не обязательно простой даже Можно там два раза по этому пройтись условно Он не простой цикл, но все еще на 3 делится То есть здесь все делятся на 3 Здесь наибольший общий делитель, ну видимо равен одному То есть нет числа, на которые все циклы бы делились Так вот Так вот Эрикотические классы бывают двух видов Циклические и Видимо циклические Циклические Это значит Что нод Длины всех циклов Больше 1 То есть ну вот Пример такой Просто Два В каком-то смысле Независимых циклов Длины 3 Ну и значит Любой цикл Будет Делиться на 3 И есть ациклические Вот такие Вот такие Их нод видимо один И оказывается Как только мы попадаем Вот В ациклический Эрометический класс Вот Марковская цепь забывает А как мы стартовали И оказывается Вот Ну сейчас нас будет уже интересовать Вот этот ректор То есть Случайная величина Которая говорит А в какой из этих вот Позиции мы находимся И эта величина Будет иметь Стационарное распределение Не зависящее от того С какой вероятностью Где мы стартовали То есть Как это сказать Так Скучное состояние Не зависит От Вот этого В нули Это называется Такой эффект забывания То есть Если мы Оказались в этом В ациклическом классе То Вот Марковская цепь уже Вот В этом Как там В распределении случайной величины Не будет участвовать В чиселке из В нулевого Эффект забывания А вот К сожалению в этом Такое подтверждение неверно И Не пройдет забывания И будут Как бы Даже от шага От номера шага Будет зависеть ответ Ну логично Там На пятом шаге Мы же не можем оказаться В этой вершине Потому что Все циклы Длины Три Или там Ну делятся на шесть Поэтому нам важно Осадок Приление на три У номера шага А здесь у нас Распределение не зависит Ни от начального состояния Ни от номера шага Вот Хорошо Тогда Давайте Да Сегодня мы докажем часть Утверждений Которые я тут сказал И Честную Оставшуюся Так Ну хорошо Пусть у нас На Каком-то Н там шаге Распределение Б Это вот Здесь написана Вероятность того Что После Н шагов Мы В этом Состоянии В этой позиции Давайте посчитаем Как собственно Переход сделать Здесь у нас Н плюс первый шаг Здесь будет Вектор С Тоже опять вектор Его длина Столько же сколько состояний В этом Компонент вектора Это вероятность Оказаться в этом Соответствующем состоянии Ну и видимо Сумма чиселок в векторе Будет всегда равна 1 Потому что Ну где-то же мы будем Сейчас надо бы выразить Точнее С Через Б Для этого Можно построить Матрицу переходов Давайте Заведем матрицу П Где П и Ж Это вероятность Перейти из состояния И в состояние Ж Я это так напишу Переход Из И в Ж Ну по-русски говоря Надо посмотреть Найти В нашей Марковской цепи Состояние И Найти Состояние Ж Посмотреть на ребро между ними Причем не от Ж к И А вот от И к Ж Важное направление Правший ориентирован Вот если нет ребра То написать 0 Если есть то написать Что-то на нем написано Давайте кстати построим Матрицу для Той самой Басиной Решения Так Тут мы не идем Трудь А тут и так Так, нам надо еще состояние Пронумеровать 1 2 3 4 4 4 4 2 1 2 3 5 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 строчка выглядит достаточно просто. Ноль, на его месте вот номер состояния один, то есть мы из второго переходим во второе, с третьим. Что там у нас происходит? Мы в ноль не переходим, в один с одной второй, в два не переходим, в три. Третье состояние, мы в четвертое переходим и в первое. Так, ну и четвертое тоже превращающее. Вот по второму переходам. Теперь с помощью, собственно, нее и вектора b мы найдем вектор c. Как найти вероятность того? Мы что хотим? c это вероятность того, что мы на вот текущем шаге перешли в итое состояние. Пользуемся формулой полной вероятности. Откуда мы могли перейти в состояние и? Ну, из первого, из второго, из третьего и так далее. Давайте вот рассмотрим систему событий, что мы на предыдущем шаге, то есть вот здесь, были в состоянии, ну, g. Когда у нас будет сумма, вероятность того, что перешли в i из g. Я так нарисую. А, точно. То есть состояние g перешли в i. И по g надо пробежаться, по всем состояниям, до n. Умножить на вероятность того, что мы на на прошлом шаге были в j. Как были в j. Платформула полной вероятности. Это у нас на самом деле здесь написано вероятность перейти в i при условии, что были в j. Это то же самое, что просто есть переход и в j. Вот что там написано, та и вероятность. Хорошо. Что-то у нас получается. Здесь у нас что написано? Просто p, g, t, i, t. g, t, i, t. g на первом месте, потому что мы как раз из j переходим в i. А тут мы и в житом состоянии. Это все. Это нам как раз скажет вектор b, что на прошлом шаге с какой вероятностью мы были в житом состоянии. Но это b в житом состоянии. Вот. Ну получается, видимо, просто вектор b надо умножить на p, причем справа. Ну и как бы взять и, понятно, есть только компонент у этого всего дела. Здесь же написано просто произведение вектора на матрицу. Причем, ну как бы да, строчка на столбец матрицы. Ведь у нас j это номер строчки и фиксированный, значит у нас как раз фиксирован столбец, а не наоборот. Если бы было фиксировано номер строчки, тогда бы наоборот. Вот. Таким образом, как он получается? c это b на p. Круто. Давайте сделаем дальше. Смотрим n плюс второй шаг. Тогда d это фигура. Тогда d это c на p. Ну а c на p. Это, видимо, доя на p квадрат. То есть мы, если как бы два шага делаем, то надо на квадрат матрицу умножать. Ну так-то логично. Таким образом, если мы стартуем на нулевом шаге в b нулевом, то на n шаге надо b нулевое умножить на p. Это примерно первое, что стоит попробовать. Поехали. Поехали. Таким образом, вот, 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 вот. Так, как мы хотим показать, то есть как мы можем прийти из первого состояния, из второго и так далее. Давайте по всем сложим, намножим на вероятность оказаться в этом состоянии. Хорошо. Что там дальше будем делать? А, да, мы сейчас докажем, что... А что вот это вот там снизу написано? Это P? Это я половину стер, да-да-да, тут было P на B, то есть вектор P, вектор B на матрицу P, причем матрица справа. Мы получим вектор, и у этого вектора надо ИТ-компаньон взять. Стирал, видите, как сейчас. Хорошо. Сейчас мы докажем, что мы всегда поглотимся, если C поглощающий. Давайте рассмотрим два примера. Вот здесь мы точно поглотимся. В каком из двух состояний непонятно, но в каком-то из них. Причем достаточно очевидно для нас вероятностью. Вот что написано, с такой вероятностью поглотимся. Здесь же мы не обязательно поглотимся, потому что мы можем, конечно, вправо пойти и поглотиться, но можем попасть вот в этот поглощающий энергетический класс и в нем уже не поглотиться. Так вот, цепь называется поглощающий. Если от каждой вершины существует путь до поглощающего состояния. Вот, ну, что это получается? Ну, здесь достаточно скучный пример. Ну да, в общем, от любой вершины есть путь до поглощающего. Даже от поглощающей собой ничего не делать. А здесь, к сожалению, нет. Для вершины любой из энергетического класса нет пути до поглощающего. Да, мы в каком-то смысле тоже зациклимся, тоже поглотимся, но это уже такое, не настоящее поглощение. Вот, то есть это цепь поглощающая. Это нет, это не поглощающая. И мы докажем сейчас, что если цепь поглощающая, то процесс закончится за конечное число шагов. То есть с вероятностью 1 произойдет поглощение. Ну, поглощение это как раз вот. Как бы мы ни двигали фишку, мы рано или поздно за конечное число шагов окажемся в поглощающемся стриме. Так, у нас сегодня пара Pro и Now. Будем постоянно перемешать матки. Давайте я разрешу. У нас в состоянии бывает двух видов, поглощающие и не поглощающие. Для удобства работы давайте их перенумеруем так, чтобы сначала шли непоглощающие, потом поглощающие. У нас немного матрицы поменяется. Так, тут будут от 1 до m не поглощающие. И от m плюс 1 до m поглощающие. За счет этой идеи мы теперь уже получше знаем, как устроена матрица V. Например, что написано здесь, в хечейках левого нижнего угла. Вот какая вероятность перейти из какого-то поглощающего в какое-то не поглощающие? Ну, видимо, ноль. Потому что из поглощающего мы только в себя переходим, которое тут написано. Здесь везде ноль. Дальше, что же здесь написано? Вероятность перейти из поглощающего состояния в какое-то поглощающее состояние. Единичная матрица. Да, это единичная матрица. Потому что если столбец не равен строчке, то там будет ноль. Потому что мы в другом состоянии. Если равен, то не будет единичная. Поэтому тут единичная. Вот. Что тут идут? Как бы мы не знаем. Какие-то матрицы. Их обозначают U и R. Они нам не пригодятся. Хорошо. Так. Теперь давайте посмотрим на эту формулу. Мы хотим узнать, а какое распределение после n-го шага. Теперь мы хотим узнать, какое распределение среди непоглощающих состояний после n-го шага. Сейчас есть вектор bn. Он размера n. Так. bt. После t шагов. Он размера n. И он тоже поделился на две части. И вот чиселки здесь говорят, что вот какова вероятность оказаться после t шагов вот в конкретно этом непоглощающем состоянии. Здесь же какова вероятность оказаться в каком-то там проглощающем состоянии. Так вот, когда мы возьмем… … … … … … Это что значит? Это нам надо взять вот эту строчку умножить на матрицу, и нас пока что, если нас интересует только вот эта часть ответа, то есть мы получим тоже вектор, тоже разделенный, как будет составляться вот эта часть ответа? Надо взять строчку, вектор, умножить на столбец, вот на этот, и так как здесь везде нули, то часть этого вектора нам вообще не нужна. Итак, мы пройдем до самого последнего, до n-го столбика как раз, вот он будет здесь, а дальше мы смотреть тоже в поле, потому что нас кто-то это интересует. Вот поэтому, если мы скажем, что вот у нас b нулевое, это какой-то вектор, есть а нулевое, тогда, когда мы захотим посчитать an, ну вот это, а надо взять просто а нулевое, умножить на то же самое, только на матрицу Q, потому что здесь написано в матрице Q. И теперь давайте расскажу план, что мы будем делать. Вот у нас на нулевом шаге распределение а нулевое. С такой-то вероятностью мы окажемся в каком-то непоглощающем состоянии. Давайте сделаем n большой шагов. Мы получим вектор той же длины m, там вот написано, а вот какая вероятность оказаться через n большой шагов в таком-то состоянии, в таком-то непоглощающем состоянии. Так вот мы докажем, что каждый компонент этого вектора стремится к нему. Извините, а такой вопрос, а почему мы решили, что у нас 0, b нулевой на вероятность T? Это матрица. Вот. Вот, то же самое. Ну я только n на T заменил, потому что n у нас теперь размер матрицы P, чтобы не пересекаться, но это вот, это то же самое P, что и там. Я вот давайте побольше 0. То есть вот это вот P, которое слева написано. Поэтому это, да, да, матрица. То же самое, что P? И вот там вот слева, слева снизу это 0 или O? 0. Вот тоже 0. Нет, я говорю слева снизу в матрице. А, это 0, да. Тут везде нули. Так обозначают нулевую матрицу, не знаю. Тут везде нули. Да, да, смотрите. Какая вероятность из поглощающего в непоглощающего? Нули. Из поглощающего в непоглощающего, да, действительно. Ну да, то есть... А здесь единичное, потому что из поглощающего в себя же мы все один попадаем, а в какое-то другое состояние мы не можем попасть. Поэтому тут единичное обязательно. Под состоянием мы подразумеваем конкретную точку или вот этот вот... Да, 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 конкретную точку. Ага. И то есть получается, что у нас... Ну то есть, давайте, какой-нибудь пример, вот у нас... Сейчас, вот у нас есть поглощающее состояние. Неappelle abstaining Давайте просто для этого матрица нанесем. У нас 3 состояния, их на другое. И я... смотрите сначала пронумерал все непоглощающие. А, ну тут одно. А потом все поглощающие. Окей, что там у нас? Из 1, 2. Из единицы в двойку мы приходим с вероятностью 1, 2. Из единицы в тройку тоже с 1, 2. Из единицы в себя не приходят. Дальше. Пошли поглощающие состояния. С какой вероятностью? 1, 2, 3. Так. И это у нас большой. С какой вероятностью мы из двойки перейдем в единицу? 0. Да, не с какой, потому что двойка это поглощающее состояние. Та же история с тройкой. Мы из поглощающего состояния не можем перейти в непоглощающее. Хорошо. То есть, смотрите, тут два нуля, и это как раз другая матрица. Ну, потому что мы из поглощающего непоглощающего не придем. Вот, наоборот, можно. Этому будет соответствовать матрица R. Из поглощающего в поглощающего. А вот из поглощающего... Ни в какого поглощающего, ни в какое непоглощающее мы не придем, поэтому тут сделали вообще везде. Окей, здесь должна получиться единичная матрица. Ну, давайте посмотрим. У нас состояние 2. Приходим в состояние 2. Да, с вероятностью 1. Нормально. И состояние 2 в состояние 3. Мы не можем прийти. Мы как бы в 2 поглотились, поэтому тут 0. Ну и вот получается единичная матрица. Можно даже, кстати, вот эту матрицу пофиксить. Давайте, кстати, сделаем 2. 1, 2, 3, 4. А, да. Теперь надо состояние переименовать. Точнее, переименовать не можем. Давайте их просто отсортируем. Сначала нам надо написать непоглощающие. Эту первую и третью. У нас единица, кстати, в третью. Потом в вторую и в четвертую. Не-не, из третьей, в четвертую. Нет, я понял. То есть у нас один, два, три. Почему у нас из единицы в единицу тогда на вторую? Может, там будет чуть-чуть? Или я что-то вообще ничего не помню. А, да, сейчас. Из единицу в единицу на вторую? А, да. Вот здесь я на вторую. Съехал. Да, у нас получилось матрица Q вообще. Ну, давайте. Вот, окей, давайте. 1, 3, 2, 4. Q у нас будет вот здесь делиться. Ну, смотрим. Из 1 в 1 мы не приходим. Из 1 в 3 одна вторая. Из 3 в 1 одна вторая. Из 3 в 3. Ну. Вот такая матрица Q. Дальше. Из 2 в 1. Из 4 в 1. Короче, тут тоже нули опять. Ну, потому что мы из поглощающих пытаемся прийти в непоглощающие. Нули. Дальше. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 0. 3, 2. 0. 3, 2. 3, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 2, 3. Дальше такой вопрос. Мы, получается, специально выбрали T такое, что у нас все непоглощающие нули, да? Все непоглощающие. Ну, что у нас B в степени T, что там все нули за непоглощающим. Не, вроде нет. Дальше тут я рассказывал, что когда мы смотрим только на вероятность после этого шага оказаться в непоглощающем состоянии, по жизни-то надо что брать? Весь этот большой вектор B умножать на большую матрицу N и вот, точнее, брать большой вектор B нулевое, возводить большую матрицу в степени N и вот перемножать. Но на самом деле может делать более маленькое действие. Можно брать поменьше вектор A нулевое, который вот часть вектора B нулевое, и брать не всю матрицу, а только Q. Возводить матрицу Q в степень и потом перемножать. Это если нам важен только вероятность оказаться в непогращающем состоянии после т-шагов. То есть там вот, то есть то, что вы там написали, это не нули или это нули? Не-не-не, это не нули, не нули. Это я обводил, когда объяснял, что типа мы вот так посмотрим. А, тут не нули, тут что-то есть. Вот, то есть какая-то суть. Можно вот так сделать. Взять b нулевое и потом, как там в бетоне пишут, от первого до этно. А можно не так взять. Можно взять b нулевое и умножить на q в тетно. И все, где-то уже. Вот, то есть если мы хотим изучать вероятность оказаться в каком-то непогращающем состоянии после т-шагов, а мы сейчас примерно это будем делать, то нам надо действовать таким способом. То есть нам должна матрица q, только q. От r не зависит, оказывается. Вот. Окей. И наша задача сейчас показать, что если мы t устремим к бесконечности, то q в степени t устремится к нулю. И поэтому, вот когда мы это дело умножим на реактор, то это тоже все устремится к нулю, там, по компонентам, например. А это что значит? Что после т-шагов вероятность остаться в каком-то из конечностей. из непогращающих состояний, она крайне мала. Она строится к нулю. Вот наш матрик. Заказатель принимает t. Идея такая. Возможно, заказательство будет трудно понять, а вот идея уже. Давайте я сначала идею расскажу. Ну, в чем идея? Мы хотим взять какое-нибудь большое t и сказать, что здесь будут все числа маленькие. Так вот, оказывается, у нас будет q в какой-то степени a. И если мы из матрицы a перейдем к матрице a на q в степени a, то максимум из компонент здесь, пусть это был, там, l1, максимум уменьшится в какое-то конкретное количество a. То есть у нас какая-то была матрица. У него было какое-то там максимальное число среди элементов. Мы берем, умножаем на матрицу q в степени a. l мы попозже найдем. И оказывается, что вот тот максимум, он стал меньше либо равен, чем прошлый, умножить на какую-то константу. c. c меньше 1. Потом мы еще раз возьмем, а матрицу a умножим на q в степени l еще раз. Тогда максимум стал меньше, чем c квадрат на дельта 1. Потом еще раз так делаем. Будет меньше, чем c в третьей на дельта 1. И так как c меньше 1, то это все будет в сердце хлори. Вот такие дела. То есть план такой. вот это q в степени n мы разобьем на много-много матриц q в степени a, каждый из которых нам выдаст эту c, сделает максимум в ц раз меньше, чем до этого. И так как таких вот q в степени l будет много, то максимум из чисел в этой матрице будет стремиться к нулю. Значит, когда мы умножим столбец на матрицу, то что получится, тоже будет стремиться к нулю. Вот. Вот. Как же найти? Сейчас вот разберемся. Смотрите. Рассмотрим. - Не понятно, какой великой Так, ладно Да, то есть у нас хотим это доказать Оказывается, что курс степени n можно представить как сколько-то курс степеней Тогда, ну, максимум элементов в матрице будет умножаться на что-то маленькое Окей, сейчас давайте попробуем Что значит, что цепь поглощающая Напомню, мы доказываем утверждение, что если цепь поглощающая То с вероятностью 1 возойдет поглощение А что это значит? Что вероятность курс степени n умноженной на b нулевое Ну или на a нулевое на самом деле Она будет равна нулю, стремится к нулю Просто n Ну, мы доказываем Это нам доказать, что курс степени n стремится к нему Нам доказали, что цепь поглощающая Вне поглощающей, как я вам показывал, это не так Мы там можем попасть в конь в класс циклический И там остаться и никогда не поглощаться Да, да, рассмотрим какую-нибудь поглощающую цепь Что-то есть И давайте для каждой вершины i Найдем учащий путь до поглощающей цепи Нам сказали, что хотя бы ни путь есть, потому что цепь поглощающая И вот из всех путей, которые есть, возьмем получающий Дальше возьмем среди длинных путей Минимальную, максимальную длину А что нам даст, что если мы спауниемся в другом состоянии Сделаем h равов, то мы точно поглощаемся Точнее, не так, что если мы заставимся в любом состоянии То существует путь длины меньшей леврой, чем h Который ведет от нашего состояния в поглощающую Поглощаться мы, конечно, не обязательно за h равов Но можем Вот Этим мы скоро спорим Так, хорошо Теперь рассмотрим ку степени Мне оказывается свойство, что сумма чисел строчки меньше строго, чем 1 Сейчас докану Как там матрицы по степени? Надо пробежаться по всем индексам Взять Взять Ку К 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 Как раз, все так, все хорошо. Теперь, ну дальше можно это по индукции расписать. Если мы вот это в скобки возьмем, то у нас что будет? q в степени 1 минус 1, потому что умножителей будет меньше. k первая, gt. Ну и когда мы навесим сумму, умножим на q и tk первая, то, собственно, получится эта формула. Почти даже наказали. Ну так что да, эта формула имеет смысл, очень логичная. Если их видите, строго можете довязать в индукции, я уже начал. Потому что вот это, это вот. Вот, хорошо. Что там у нас? Теперь, ну вот, все это дело, то есть мы хотим q, a, gt, g, просуммировать числа в строчках, чтобы оказалось числом меньше одного. Вот, мы не суммируем. Это, видимо, пожили надо суммировать. Именно по строчке. Да. Типа строчка конкретная. Ну да, сумма в этой строчке, это вот эта. Хорошо. Просто умножаем же мы вроде, вот, поворачиваем строчку изначальных вероятностей на столбик. Или нам именно вот важна строчка? Нет, нет. Все, что мы сейчас хотим доказать, что вот у нас матрица qRate, берем вот эту строчку, сумма меньше одного. А, ладно, понял. Так, сейчас. Окей. Тогда у нас что получается? qLt и t, gt. Это вероятность из i перейти в g через g. Я сейчас как-то написал. У тебя пути i, g за g. Ну, это мы так уже сто раз обсуждали. Когда мы просто все это лодим, мы это и получим. Окей. А когда мы здесь суммируем все это дело? А вот напишем сумма по g.tn. Так. У нас что получится? То есть вероятность из i какой-нибудь. Не поглощающе. Вот. И смотрите, что у нас получается. Какая вероятность за l шагов оказаться из i в непоглощающем состоянии? Но это и будет сумма чисел в строчке. С другой стороны, это число не может быть равноденному. Потому что мы знаем, что у нас за l шагов существует путь из i в какое-нибудь поглощающее. А раз мы здесь суммируем только по непоглощающим состояниям и считаем вероятность из i в непоглощающем, то сумма будет строго меньше одного как раз. Потому что существует путь с ненулевой вероятностью добраться из i в поглощающее состояние. Вот такой вопрос. А если у нас, скажем, такая система, где нету поглощающих? То есть, скажем, просто... Это цепь поглощающая. Просто цикл. Да-да-да, у нас поглощающая цепь. У нас не только они есть, но еще и с каждой вершины можно до какого-нибудь добраться. Ага. Не, там, где-то есть. Ну что получилось? Вот сумма строчки меньше одного. Хорошо. В чем мы тут... Ладно, наверное, эту формулу даже зря написала, можно так было сказать. То есть, когда мы берем q в аноним степень l, мы просто получаем матрицу той же размерности, m на n, где, там, коррята из j написана просто вероятность из i перейти в j. Вот и все. Когда мы суммируем числа в строчке, мы получаем вероятность, ну, собственно, по всем j вероятность перейти из i в какое-то непоглощающее состояние. И это вероятность меньше одного, потому что за ль шагов точно существует какой-то путь из i в поглощающее состояние. которое я вот тут не вижу. Вот, хорошо, доказали. Тогда пусть у нас там где-то будет delta i, delta i, delta i, delta i и так далее. Каждый из них меньше одного. Тогда за delta обозначим максимум из delta в конечном множестве, так можно делать, и до этого будет меньше одного. в конечном множестве. Вот. То есть мы наказали, что сумма строчки вот этой равна delta, а, меньше не равна delta, вот так. И оказывается, если у матрицы есть такое свойство, что вот сумма чисел меньше delta, то при умножении любой матрицы на вот эту с таким свойством результат будет меньше. А именно максимум результата будет меньше как раз в эту delta раз. Вот сейчас это убедимся в этом. Есть вопросы по доказательству вот этого смысла. Такой капательный линал получился. Но еще не все. Да, ну на самом деле просто. Какой физический смысл в степени a? Это вероятность перейти из этого состояния в жизнь. Когда мы суммируем строчку, мы перебираем не все просто варианты, потому что есть еще и в поглажающем. Вот. Так, окей, пусть у нас есть матрица A. Вьем максимум элементов A. Мы будем смотреть на умноженную матрицу A на курсе и поняли. И оценим, какой максимум будет таких элементов. Ну, матрицы перебирать умеем. Надо пробежаться по индексам. Взять A, T, K, T. Может, на QA, K, T, G. Так, теперь оценим. Вот A и T, K, T — это какой-то типичный элемент матрицы A. Мы знаем, что там максимум A, поэтому можно оценить сверху просто как A. Маленькое. Теперь A не зависит от суммирования. У нас получается A на сумму чисел строчки матрицы куковой. Ну, значит, это меньше, чем A на дельта. И что у нас тут? А, умножим на Q в степени, там, не знаю, 10L. Тогда раньше был максимум A, а станет A на дельта в десятой, получается. Вот как у A. Экспоненциальный рост, точнее, экспоненциальное убывание максимального элемента в матрице. Вот, ну вот поэтому Q в степени N стремится к нулевой матрице. В принципе, N в степени. Это вторая чудо. Ну и теперь, как следствие, наверное, все уже поняли. Если мы берем A нулевое, умножаем на Q в степени, все это дело стремится к нулевому объекту. Потому что это, если будет максимум, стремится к нулевому, а элементы произведения можно просто оценить как элементы максимума в матрице. На константы, которые вот эти. Что же будет стремиться к нулевому? Поглощение. Какой вывод? Если цепь поглощающая, то поглощение происходит с вероятностью 1. Так, нет, давай. Фух, круто. Что-то по времени. Хорошо, сейчас давайте посчитаем следующую. Решим следующую задачу. Ну да, мы знаем, что поглощаемся. Теперь мы хотим узнать, а сколько времени нам на это понадобится? Надо посчитать маты ждания, времени поглощения. Ну что время поглощения? Это... Вот у нас есть отличная величина Т. Это вот сколько шагов пройдет до поглощения. Мы ее, как всегда, розбиваем на сумму Т и тих. Где Т и Т это треяпоглощение в этом состоянии. А сколько раз мы прошли через это состояние? Количество... Количество... Посещение... Посещение конкретно И. Да, посещение ИТ в этом состоянии. Да, да. И ТИТ, то есть сколько раз мы посетили ИТ состояние. Это уже индикаторная случайная величина. Точнее, сумма индикатора. Это... Посетили ли мы ИТ на нулевом времени, на первом времени, на втором и так далее. То есть Т от нуля до бесконечно. Ну, в итоге мат ожидания. Вот у нас сумма по состояниям и сумму по времени. А... Количество посещений... А почему... А почему... В смысле, эээ... Почему кремопоглощение раскладывается на количество посещений ИТ? Ну вот, через сколько очков мы поглотились? Да. Это правда. Это... Сколько раз мы посетили там каждое состояние? Эээ... Каждое... Секунду? Ну, до конца. Ааа... Да-да. Это имеет смысл... Сколько шагов вы сделали до того, как поглотились? Ну, сколько шагов вы сделали и попали в первое состояние, сколько вы сделали во второе и так далее? Да, это имеет смысл. Вот. А Таито мы раскрыли как уже сумму индикаторов. Вот вы попали в первое состояние на первом шаге, или на втором, или на третьем. Вот всё это складываем, получаем... Сколько вы всего попадали... Как вы всего раз попадали в первое состояние. Вот. Ну, дальше. Матожеда... Матожеда не идет этого. Это вероятность... Это его вероятность. То есть вероятность быть в итом состоянии на шаге Т. Это мы уже знаем, что такое. Нам надо взять вектор А нулевое, умножить на матрицу К в степени Т, и взять итый компонент этого вектора. И теперь вот это всё дело надо поставить сюда. Давайте я напишу тут. Дальше у нас как бы сумма компонент вектора. Сумма компонент вектора — это то же самое, что сложить векторы, а потом уже взять итую компоненту от него. Давайте так и сделаем. А. Сумма. То есть вероятность — это сумма по столбцу. Да. Вот такая форма. Теперь А нулевое от И не зависит, может сделать сюда, У нас тут образовалось такое выражение сумма от нуля до бесконечности q в степени t. Если бы это были числа, то чему бы это было равно? Обычная геом прогрессия 1 делить на t минус 1, точнее на 1 минус t. Но здесь матрица, поэтому делить так себе, еще единицы нет. На самом деле это равно обратной матрице вот такой штуки. Все это дело называется фундаментальная матрица, ее обозначают буквой n, то есть фундаментальная матрица маркерской цепи. Эта матрица не всегда обратима, но если q обладает таким свойством, что q в стремится к нулю, эта матрица обратима, и мы это как раз доказали. матрица маркерская цепи. И в итоге что у нас получается? Надо взять a нулевое, умножить на n, и мы получим вектор, мы как раз получим вектор таинтых. мат ожидания, количество, посещение и состояние. То есть вектор средних количеств. вектор длины m, то есть соответствующих непоглашающим состояниям, и нам в нем будет написано, сколько в среднем раз мы там бываем. И когда мы все это сложим, а именно умножим скалярно на единицу, это просто сколько в среднем шагов. Так, у нас, как я понимаю, i это номер столбца, а? Так, тут m. Сейчас скажу, сейчас. Нет, это номер, это у нас вектор будет. Вы смотрите, вот эта матрица, умножаем на вектор, получаем вектор. Да. И мы у вектора и ты компонент берем. Ага, то есть мы пишем матрицу, потом считаем по умножаем, потом получаем вероятность быть в этом столбце. По умножаем теперь, да. Да, вот это, вот это... Ну я понял. Это как бы, да. Это вектор, который говорит о том, что вот сколько в среднем мы посещали... Ну, короче, вот это. Оно есть. Сколько в среднем мы посещали это состояние. Ну, когда вот компоненты делали. И еще, что хочется сказать, но, видимо, доказать не успеем. Мы тут матрицу r-то еще не использовали, только q. Вот у нас матрица r используется в распределении. Т.е. вот у нас, вкусно, матрица такая, ой, сеть такая. И мы хотим узнать, какой гарантий, с чем мы поглотимся здесь, какой здесь. Как бы. Потому что здесь мы уже не будем вечно ходить, как он выяснил. Для этого надо взять... Амливая, умножная и умножная. Это будет вектор распределения при поглощении. Вот. Это, ну, что значит. Вектор будет размера 1 на... Сколько там? n-m. Т.е. как раз сколько поглощающих состояний. И там вместе будет написано, какая вероятность поведиться именно там. Как бы назовем. Так. Да ita. Это вероятность. Одесса в и. Вот. Это тоже. Итак. Давайте. Ну, все. Ну, да. Вот. Таким образом, чего у нас есть? У нас есть авторская цель. Оно будет. Сегодня мы изучали только поглощающие матерские цепи, такие из которых всегда можно поглотиться в каком-то смысле. Но мы доказали, что это всегда происходит. То есть если из каждого состояния можно дойти с какой-то вероятностью, даже с очень маленькой, но до поглощающего состояния, то состояние проходит. Точнее, поглощение происходит. Дальше. Мы ввели матрицу вот такую. И минус Q — это фундаментальная матрица. Еще раз. Для непоглощающей цепи такая матрица вообще может быть необратима. Но в нашем случае QV стремится к нулю, поэтому матрица будет поглотима. Если мы A0, то есть изначальное распределение по непоглощающим состояниям, умножим на эту матрицу, мы получим вектор из мат ожиданий количества посещений каждого состояния. Вот если мы весь этот вектор сложим, умножим скалярную единицу, мы получим сколько ошибок, собственно, и вы. До поглощения. И что еще? И да, вот это я не успел, но там, на самом деле, та же идея, что и с этими тэшками. Опять по времени надо было сложить. И вот, когда мы умножим англевое на n на r, мы получим вектор, в котором написано, а вот с какой вероятностью мы поглотились в конкретном состоянии. Вот. Эти штуки запомните и в домашке определите. Вот. Такие, не важно. Да, наверное, все, если просто запомните. Да. Это классно, с тобой верно. Слышно? Какая? Давай. Хорошо. Давай.